МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырычкина. Сегодня выпуска. Деловой климат. Вопросы инвестиционной привлекательности обсуждали сегодня в Москве. Безопасный город. В Центре управления нарядами рассказали о новой системе приема и обработки сообщений. Зимняя сказка. Жители Чувашии радуются снегопаду. Лучшие практики лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности должны взять на вооружение другие регионы. Сегодня стратегию успешного бизнеса обсуждали участники конференции, которую провели в агентстве стратегических инициатив. Об опыте развития предпринимательства Чувашия рассказал глава региона. Подробности у Дмитрия Ковалева. В регионах страны продолжают разрабатывать концепцию по улучшению бизнес-климата. Какие проблемы предпринимателей необходимо решать в первую очередь? Насколько эффективно власти субъектов поддерживают деловые инициативы? Эти и другие вопросы обсуждали на ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату». Участники конференции отмечают, что за последние годы отношение к бизнес-сообществу стало меняться. Недавно о поддержке предпринимателей говорили на расширенном заседании Госсовета, которое провел президент страны Владимир Путин. Правительством России разработаны эффективные механизмы по улучшению делового климата в регионах. Сокращено количество проверок на предприятиях, введены в практику налоговые и надзорные каникулы. За улучшение инвестиционного климата теперь несут персональную ответственность и главы регионов. У руководителей субъектов глобальные планы. И наша задача ежегодно в среднем увеличивать средний уровень зарплаты в республике на 10%. Это ответственная такая амбициозная задача. Но когда предприниматели будут открывать новые высокотехнологичные производства с высокой произвольностью труда, уровень зарплаты будет уже достойным. Поэтому у нас примеры есть, лучшие практики есть. Есть предприятия-работодатели, которые уже платят и 35 тысяч, и 45 тысяч. От губерантов в значительной степени зависит комфортная среда обитания в регионе. И это не только соответственная, скажем, работа над изменениями деловой среды в части doing business, но это шире. Это просто качество жизни, а также умение таким образом настроить свою команду внутри субъекта, например, в части глав муниципалитетов, чтобы они работали как хороший оркестр, гармонично улучшая условия жизни в регионе. Ключевая тема конференции – рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Чувашия занимает шестую строчку, и это отмечают эксперты. Свидетельствуют, что власти заинтересованы в развитии предпринимательства. На этот рейтинг сейчас ориентируются и инвесторы из рубежа, отмечают в агентстве стратегических инициатив. В каком-то смысле можно говорить о чувашском экономическом чуде. То есть у вас очень по-доброму все это происходит, по-доброму власть в взаимодействии с бизнесом. И я так понимаю, что это прежде всего позиция вашего главы. То есть он задает определенный тон. Главное то, что это бизнес оценил. Вот это, мне кажется, самое важное во всем этом рейтинге. Это оценка бизнеса, это возможность повзаимствовать опыт передовой. В соседней, в каких-то регионах, которые находятся на передовых позициях, применить этот опыт передовой у себя. Вот это самое главное, что в этом рейтинге существует. И я думаю, что в этом плане Чувашия как раз успешно сработала. Но когда небольшая республика, не имея во многом нефти, газа, надбивает с таких результатов, это говорит о том, что регион выстроена хорошей командой губернатором. Он действительно, цели и задачи, которые он ставит, они решаются тем коллективом, который есть. И еще это говорит о том, что диалог между бизнесом и властью в регионе выстроен достаточно конструктивно. В перспективе критерии рейтинга изменятся. Лидирующие места там займут регионы. Упростившие процедуры постановки на кадастровый учет, подключение производственных площадок к электросети и регистрации прав. Если излишние барьеры удастся снять, то деловой климат региона улучшится в разы. Новый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов будет опубликован очень скоро. Виталий Ковалев, Россия Мухаммедов, Республика, из Москвы. На внеочередное заседание собрали сегодня депутаты Чебоксарского городского собрания. Основная тема – повестки дня выбора нового мэра. Мы наблюдали за этим историческим событием. Прямо сейчас за моей спиной пишется новая глава в истории города Чебоксара. Идет голосование за новую главу, вернее, по правилам русского языка, за нового главу столицы Чувашии, вне зависимости от пола будущего градоначальника. Несмотря на то, что к началу заседания не были утверждены даже списки кандидатов, согласно процедуре, это происходит непосредственно перед голосованием. Интриги не было. Если бы можно было делать ставки, наверняка все мои коллеги-журналисты поставили бы на Ирину Клементьеву, которая исполняла обязанности мэра после ухода Леонида Черкесова в Госдуму. Кандидатуру одной из самых опытных депутатов на пост главы города выдвинула фракция «Единая Россия». Тем не менее, депутаты малочисленных фракций попытались изменить предначертанное. Опять звучали призывы объединить должность главы администрации и главы города, устроить всенародное голосование и активнее участвовать в выборах. Если мы вообще подразумеваем наличие какого-то плюрализма, какой-то демократии в нашей работе, давайте не бояться, а говорить, что я хочу быть главой, или вот мой товарищ, мой коллега достойен этого звания. После слов о достойных товарищах Алексей Никитин он тут же предложил своего соратника по фракции Сергея Муравьева. После прошлого собрания, когда депутат Александр Андреев предложил на должность мэра Кота, никто не удивился его новой кандидатуре Юрию Борисову. Подходит, наверное, к завершению марафона по выборам главы города. Мне очень интересно было наблюдать со стороны. Дом-2 отдыхает. Столько интриг, столько амбиций. Я просто был удивлен, скажем так, именно в этом созыве. Выдвиженец отпираться не стал. Свою кандидатуру я не снимаю. Ирина Семеновна, очень сильно вас люблю, уважаю. В жизни вы мне помогали очень сильно, да? Но не могу против себя голосовать. Итак, в бюллетенях оказались три фамилии. Клементьева, Муравьев, Борисов. С выбором 38 присутствующих депутатов управились за 20 минут. Голоса распределились следующим образом. Клементьева Ирина Вселеновна, 31 голосов. Муравьев Сергей Иванович, 3 голоса. Борисов Юрий Леонидович, 4 голоса. Итак, впервые в истории столицы Чувашии. Главой Чебоксар стала женщина. Сегодня водители Урмарского пассажирского автотранспортного предприятия не вышли на работу. Причиной бойкота стала невыплата зарплаты. Сотрудники не получают ее уже 4 месяца. Всего в рейс не вышли 10 водителей. О своей акции они никого не предупредили. За бастовщиками встретились представители Минтранса Чувашии. Выезжали туда руководство групп Чувашии Транса, сотрудники Министерства транспорта. Проведена встреча с работниками данного предприятия. В ходе которой достигнута договоренность о том, что в середине декабря вопросы по заработной плате будут сняты. Несмотря на сложившуюся ситуацию, нарушение общественного порядка из-за невыхода водителей автобусов на работу не отмечено. Жители Урмарского района с критическими жалобами муниципальные органы власти не обращались. Урмарское ПТП – филиал государственного предприятия Чуваш Автотрансп. По итогам прошлого года головное предприятие получило убыток в 46 миллионов рублей. Ситуация находится на постоянном контроле руководства республики. Еще неделю назад глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что нельзя допускать задержек заработной платы. Сейчас разработан план финансового оздоровления предприятия, включающий в том числе оптимизацию штатной структуры и филиальной сети. По официальным данным, на предприятии трудится 1600 человек. В структуре Чуваш Автотранса 6 филиалов. Автопарк насчитывает 484 автобуса. В Центр управления нарядами Управление МВД по городу Чебоксара внедрили новую систему приема и обработки сообщений. Реагировать на вызов полицейские будут еще более оперативно. Получается, позавчера сидела дома ВКонтакте, пришло смс от имени друга с помощью, с просьбой помоги и номер карты. Таня, не додумайтесь, перечислила. 3000 рублей. Через 3 часа дома будет. Переписка есть. Для большей эффективности управления нарядами, несущими службу по охране правопорядков столицы, с начала ноября были подключены дополнительные абонентские номера 02 для приема сообщений и заявлений от граждан. Раньше у нас всего 5 линий было. В настоящее время принято дополнительное установление еще трех линий. И настоящие 8 линий у нас выведены сюда Центр управления нарядами. Чтобы такие факты, чтобы не дозвонился, не было. У нас все граждане дозваниваются и сообщения реагируются моментально. Высокой результативности принимаемых мер способствует около 2000 камер видеонаблюдения, установленных на территории города, в том числе в местах массового пребывания граждан и на территориях высокого криминогенного риска. До конца года еще хотим установить 174 видеокамеры, до конца года по программе «Безопасный двор». Кроме этого, еще 8 видеокамер распознавания государственных номеров. Благодаря этой системе значительно снижается количество совершаемых преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, грабежей и разбоев. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. Чебоксарскому аэропорту предлагается присвоить имя нашего земляка дважды героя Советского Союза, генерал-майор авиации, летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева. Минтранс Чувашия проводит опрос жителей республики. Для того, чтобы проголосовать, необходимо зайти на официальный сайт Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашия. Напомним, Андриан Григорьевич Николаев, летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Родился в 1929 году в селе Шоршало. Совершил два космических полета, а его именем названы улицы бывших городов СССР. Кратер, находящийся на обратной стороне Луны, тоже носит его имя. Существует множество памятников Андриану Николаеву в столице республики, в родном селе Шоршало. О нем написаны книги, стихи, существует медаль имени космонавта Николаева. Андриана Григорьевича Николаева не стала 3 июня 2004 года. Дом детского и юношеского творчества столицы республики празднует свой 80-летний юбилей. В нем выросло не одно поколение. Чебоксарцев разнообразной секции кружки помогали развивать в ребятах творческое начало. Сегодня дом является одним из лучших учреждений дополнительного образования в Чувашии и России. Немного истории. В 1936 году в Чебоксарах был открыт Центральный дом пионеров и Октябрят. А в 1938 году здесь уже работали танцевальная и хоровая группы. Уже тогда он напоминал встревоженный улей. Старый дом пионеров на Чебоксарском Арбате теперь помнят только старожилы. Когда открылся новый дом, он стал поистине дворцом. Сегодня здесь работают более 130 педагогов. А творчеством занимаются тысячи чебоксарских школьников. Научные, спортивные, танцевальные, декоративно-прикладные, театральные. Всех кружков не перечесть. В этом году коллектив Дома творчества вышел на новый уровень. Он выиграл грант Министерства образования и науки Российской Федерации на создание еще одной интересной интерактивной площадки. Вы выиграли грант. 56 миллионов рублей. Это детский технопарк в Анторио. И 12 миллионов нам выделяет республика. И 12 миллионов город на ремонтные работы. Где-то 80 миллионов, получается, мы должны освоить в этом году. Реконструкция внутри здания уже началась. Технопарк получит современное оснащение. Таким образом, будет сформирована комплексная модель научно-образовательной и творческой среды обучения. Предполагается, что за два года дети смогут разработать здесь не менее 50 разных проектов. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Социальная журналистика, или как ее еще называют, журналистика соучастия и сопричастности становится неотъемлемой частью публичного пространства. Говорить о человеке не ради тиражей или рейтингов, а чтобы реально изменить этот мир к лучшему, задача, которую берут на себя все больше и больше представителей этого направления. Результаты работы социальных журналистов подвели на всероссийском конкурсе. Дипломом отметили и творческую команду программы национального телевидения «Чувашия. Большое сердце». Сотни отсмотренных сюжетов и прочитанных статей. Оценивать работу участников седьмого всероссийского конкурса социальных журналистов в фокусе «Семья» оказалось непростым делом. Членам жюри пришлось не просто ставить баллы за профессиональный подход или красивый оборот. Работа журналистов, их эмоции и чувства оказали сильнейшее воздействие. Некоторые истории так впечатлили экспертов, что на церемонию награждения пригласили не только авторов победителей, но и некоторых героев их работ. Семью Надеждиных, героев одного из выпусков программы «Большое сердце», лично пригласил член жюри российский телеведущий Виджей Артур Цветков «Арчи». Чтобы дождаться задержавшуюся в московской пробке чебоксарскую семью, он даже сдвинул свой график съемок. Можно, правда, все. Можно выложить абсолютно все съемочные площадки и ждать только для того, чтобы рядом иногда находиться с такими людьми. Еще раз хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые пишут, независимо от того профессионально, вы пишете языком или тем, которым вы ацептует в вашей душах, потому что каждый раз, сталкиваясь с такими семьями или просто с такими людьми рядом, хочется жить. В семье Надеждиных трое кровных детей. Два года назад они взяли еще и приемного ребенка с синдромом Дауна. Благодаря программе «Большое сердце» у солнечного мальчика Димы, ставшего лучиком света для своей семьи, появился новый друг. Авторы программы надеются, что примеру Надеждиных последуют и другие родители, мечтающие подарить дома семью обездоленным детям. И вы знаете, у нас в Чубашии почти в детских домах нет детей-сирот. И очень хочется верить, что в этом есть маленькая толика и нашего труда. Мы будем продолжать работать в том же духе, чтобы в нашей Чубашии вообще не осталось детей-сирот. И было побольше таких замечательных, добрых семей. В Новочебоксарске прошли чемпионаты первенства Чубашии по художественной гимнастике. В пластике и изяществе играться соревновались более 250 юных спортсменок за мастерством молодых гимнасток. Наблюдала и наша съемочная группа. Эти девочки, несмотря на свой юный возраст, не понаслышке знают, насколько сложен путь к спортивным вершинам. С 3-4 лет они занимаются художественной гимнастикой. Обруч, булава, мяч и лента – их помощники. Мы художественной гимнастикой занимаемся уже не первый год. В течение 10 лет мы просматриваем детей. Мы следим за уровнем девочек. Мы стараемся самых сильных, самых достойных выставлять на всероссийский уровень. Основной отбор на соревнования окружного и всероссийского этапа проводится на чемпионате и первенстве республики. Сюда, помимо юных гимнасток, Чувашии приехали и представители Московской, Ульяновской, Нижегородской областей и Республик Татарстан и Мордовия. Конкуренция наших девчонок не пугает. Мне нравится и за купальником, и за классических движений. И мой тренер нравится. Я хочу стать олимпийской чемпионкой. Я готова преодолевать все трудности и буду идти вперед. Дарья Маслова пришла в этот спорт достаточно поздно, в 9 лет, сменив теннис на художественную гимнастику. Но планы у нее амбициозные. Я хочу попасть к Ирине Виннер, а потом на Олимпийские игры. И стать олимпийской чемпионкой. Школы художественной гимнастики начали появляться не только в Чебоксарах и Новочебоксарске, но и в Цивильске, Шумерле и Кугесях. В общей сложности сегодня этим видом спорта в республике занимаются около 400 девушек, которые ежедневно кропотливо оттачивают каждый элемент, преследуя высокие цели. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Снегопад. Теплая погода в эти дни проверяют водителей на прочность. За минувшие сутки у республики произошло 76 ДТП, из них 7 из-за неубранных дорог. Если одних такая погода пугает, то другие видят в этом романтику. Все эти за последние сутки появилось много снимков зимней сказки. Пользователи соцсетей отреагировали на такую красоту. Лента новостей запестрела фотографиями деревьев под снежным покровом. По снежным покрывалам причудливо выглядят все, особенно автомобили. Некоторые горожане немедленно вспомнили о традиционных зимних забавах. Наслаждаться всей этой зимней сказкой горожанам осталось недолго. Уже в ближайшие дни в Чебоксары придут сильные морозы и непогода. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь, а впереди вас ждет еще полезная информация. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Линк приглашает на ежегодный межрегиональный форум «АйТи Линк-2016», который пройдет 7 декабря в Чебоксарах. Форум мы проводим в третий раз при поддержке Министерства информационной политики Чуваши. И на этом форуме будут представлены доклады и выступления, посвященные IT-технологиям и IT-тематике, связанные как с бизнесом, так и с органами управления и с государственной властью. Два года назад форум начался всего с одной площадки и небольшого числа докладов. В прошлом году формат был расширен. По итогам прошедших форумов стало понятно, что из года в год интерес к мероприятию возрастает. И не только со стороны IT-сообщества. В этом году на форуме будут три площадки – техническая, деловая и площадка IT-власти. Также в рамках площадки IT-власть пройдет круглый стол, посвященный проблематике взаимодействия IT-технологий, власти и бизнес-сообщества Чуваши. К нам приезжают ведущие спикеры из Microsoft, лаборатории Каспельского, доктор Веб, Тугис. И это все создает определенную атмосферу, которая, я уверен, должна привлечь большое количество наших специалистов из ведущих предприятий «Чебоксары» и «Чуваши». Для того, чтобы участники форума чувствовали себя в более комфортных условиях, в этом году было решено провести его в новом и удобном для проведения масштабных мероприятий месте. Форум пройдет гостиничным рестораном в комплексе «Гарден». И чтобы всем участникам было удобно добираться до этого места, независимо от того, едут ли они на личном автомобиле или добираются на общественном транспорте, мы предусмотрели автобус, который будет ходить от остановки университета непосредственно до гостиничного ресторанного комплекса «Гардена». Ну а для тех, кто едет на личном автомобиле, предусмотрена большая парковка. Для участия в форуме необходимо зайти на сайт www.forum.defis.it.link и зарегистрироваться. Участие в форуме абсолютно бесплатное, но регистрация все-таки необходима. Поэтому заходите, регистрируйтесь и ждем вас 7 декабря в гостиничном ресторанном комплексе «Гарден». Начало регистрации в 9.20. Ну а первый автобус с остановки университета уйдет в 9 часов. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ